Испалина, просто как с картина, купим вазелина, стоп, но я же ведь мужчина. Новелла, игра, как вам угодно. И это что-то типа бесконечного лета, но совсем уж униме. Я точно не знаю, когда это вышло, но это демо-версия и скоро выйдет уже полная. Но мы с вами попробуем демо-версию. И игра называется Camp Buddy. И в общем-то, как мне говорят, игра прикольная, новелла. Но там есть чуть-чуть, чуть-чуть, не чуть-чуть, может нет, я не знаю. Е-ой. Да? Да? Да. В общем-то, да, там должен быть е-ой. И окей, давайте просто без лишних слов уже начнем смотреть, играть. Какое-то бессмысленное предупреждение о 18+, и все тому прочее. Мы даже об этом заморачиваться не будем. И, кстати, ребята, думаю, вы знаете, что мой английский very perfect. Поэтому сегодня мне будет помогать мой специальный гость. Это Google Translate Тян. Да ты прав, София. Я помогу тебе во всем обращайся в любое время. No game! Первый-второй день. Как сохранить заветные воспоминания? Воспоминания могут быть невероятно ценными, так как некоторые из нас могут захотеть вспомнить определенные моменты нашей жизни. Это может быть хорошее воспоминание, которое заставило тебя улыбаться, а может быть и плохое, которое преподало тебе урок. К сожалению, некоторые из этих замечательных моментов могут находиться под угрозой. Звук исчез. Мне что-то страшно. Большинство вещей не вечно. Все предназначено, чтобы измениться или исчезнуть во времени. Воспоминания являются одним из них. Что я могу сделать, чтобы они длились вечно? Это вообще возможно? Это... Типа сложный вопрос. Как я слышала, здесь я буду играть за парней. Но поскольку я пока не знаю, кто как выглядит, то я пока озвучу с собой. Но как только я увижу ГГ персонажа, я буду пытаться подбираться... Подбираться? Подбирать под них какие-нибудь голоса. Надеюсь, у меня получится. Некоторые люди говорят, что все хорошее заканчивается. Я не хочу принимать это. Вот почему я воспользуюсь шансом и найду способ сохранить все мои самые большие воспоминания. В общем, мы приехали к месту лагия. Типа такого, я не знаю. Оно озвучивается! Шикарно! О боже, кого он напоминает? Быстро! Как его зовут? Из последнего Серафима? Да. Юи! Юичира! Юичира! Окей! Тут не написано его имя, поэтому я сама дам ему имя, и отныне его зовут Юичира. Думаю, это и есть наш ГГ, за которого мы будем играть. Ну, точно такой же голос, как у того пацана, который его озвучивает. У меня точно не получится, поэтому я придумаю что-нибудь свое. Давай посмотрим. Это должно быть прямо здесь! Это что-то типа дружеский лагерь, типа камп-лагерь, бадди, дружище, бадди, дружище, дружеский лагерь. А, дружеский лагерь! Это выглядит так удивительно! Это должно быть то место, о котором он не говорил. Надеюсь, я еще не слишком опоздал, я должен был прибыть около часа назад. И я от него точно получу, если он узнает, что я снова проспал. По какой-то причине здесь довольно-таки тихо. Разве летние лагеря не должны быть веселыми и жизнерадостными? Если честно, я все еще немного нервничаю. Я не совсем тот человек, который посещает летние лагеря. Для меня это будет новый опыт. Когда начнется яой? Я устала читать текст, хотя прошло совсем немного времени. Где и обещанный яой? Я думала, я открою и увижу. Что-то... Не смотри на меня так, пожалуйста! Я думаю, пришло время сфотографировать. Самое время. Оу, селфи! Воу, отличный выстрел! И еще одна фотка для моего альбома! Кажется, это Мейбл. Юич Ира, такой болтушка! Где я, ой? Прошло много времени с тех пор, как я последний раз встречался с Хиро. Я уверена, что он хотел бы увидеть все фотографии, которые я делал с начала летних каникул. Да, ведь этим и занимаются мальчики. Как только встречаются, смотрят фотографии друг друга. Кто же этот Хиро? Его друг? Друг детства? Я знаю, как сильно он любит смотреть на мой фотоальбом. Говоря, Хиро, где он? О, боже, как он похож на друга Канеки! Как он похож на друга Канеки! Какой он нафиг Хиро! Как его звали? Как звали друга Канеки? Я забыла. Вообще, клево сделали, что персонажи озвучиваются сами. И думаю, когда это переведут на русский, то будет даже прикольно. Я так знаю, что ты сделал это! Окей, нашего ГГ зовут Кейтаро. Мы это уже поняли. Хиро, вот ты где! Почему так долго? Я искал тебя! На секунду я подумал, что ты меня бросил. А? Нет, я бы не стал делать что-то подобное. Ха-ха! Я просто шучу! Я вижу, ты взял с собой камеру. Ох, ты видеоблокер, подрастает. Конечно, я не могу упустить возможность добавить новые фотографии в свою коллекцию. Могу поспорить, ты снова проспал. Эй, в свою защиту я абсолютно на 100% уверен, что я ставил будильник. Да, ты совсем не изменился! Ха-ха! На самом деле, я волновался, что ты не найдешь это место. Ты обычно плохо с указаниями. Хей! Боже мой, он мне уже нравится. Какой он милый. Ох, вообще, тут все очень даже милые. Мне пока все нравится. Ну да, ты прав. Ха-ха-ха! Во всяком случае, это то место в комбайне, о котором я тебе говорил. Это своего рода летний лагерь. Я знаю, что ты любишь фотографировать природу и все такое. Я подумала, было бы неплохо провести здесь лето. Да, я действительно читала об этом в их брошюре по дороге сюда. Там сказано, что комбайн тематическая скаутская поездка. У них есть мероприятия, такие как плавание, походы и, конечно же, кемпинг. Да, я знал, что тебе понравится. Я действительно взволнован перед этим. Большое спасибо за то, что привел меня сюда. Не за что. Если бы я хотел провести лето с кем-нибудь, это был бы ты, Кейтаро. И, ребята, для данного ролика у меня было снято намного больше игры. И лишь при монтаже я поняла, насколько это много. И дабы на вас не выливать сразу столько информации, я подумала, что если вам зайдет такое небольшое стартовое видео этой новой игры, я еще толком не определилась, то обязательно выйдет продолжение. Так что обязательно пишите насчет этого, и если вам понравилось, то выйдет продолжение. Возможно, также я буду играть в нее. Возможно, я немного попробую поменять формат. Еще толком не решила, все зависит лишь от вас. Поэтому ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте свои офигенные комментарии. Обязательно вступайте в группу ВКонтакте, чтобы ничего вошеньки не пропустить. И можете подписаться на мой страничок в Инстаграме, ведь вам не сложно, а мне будет очень приятно. И, собственно, надеюсь, вам понравится. Всем пока!